Поздравляю всех с сегодняшним воскресным днём, совместным нашим богослужением. Вот слова царя Давида из Псалтири, когда царь Давид задумался, как он может поблагодарить Бога за все его благодеяния по отношению к нему, он написал такую фразу, что «воздам Господи, а всех я же воздадим и чашу спасения приему и имя Господне призову». Получается, что свое благодарение Богу он видел в том, что он примет чашу спасения и призовет имя Господне. Наверное, и для нас это также является действенным и правильным, и оптимальным – чашу спасения приему и имя Господне призову. Понятно, что ничего из того, что написано в Священном Писании, ни одного слова не может быть без какой-то нагрузки смысловой. и никогда не может быть так, чтобы последовательность изложения, что во-первых, что во-вторых, была какой-то случайной. Все это имеет смысл, и всему этому надо четко следовать как наиболее оптимальному выражению истины, максимально возможному в человеческом слове, в человеческом разуме. Так вот, принять чашу спасения стоит раньше, чем призвать имя Господне, и тем самым подчеркивается то, что простое призывание имени Бога, оно может быть бессмысленным без того, что человек принимает его чашу. Ну, Господь и прямо об этом сказал, мне всякий, кто говорит, Господи, Господи, войдет в мое царство. И еще приведен Богом Христом такой пример, что придут ко мне и скажут, не Твоим ли именем мы дела делали, бесов изгоняли, или там чудеса творили. А Господь скажет им, отойдите от меня, я не знаю вас. Почему так? Так строго и именно так, ответил Господь. Потому что человек, не примявший его чашу, призывает его имя бессмысленно. Недейственно, скажем так. Может быть, не бессмысленно, но бездейственно. И вот под чашей подразумевается не только та чаша, которая стоит на нашем престоле. Сама чаша причастия, опять же, о которой сказано, чашу спасения при ему, а не чаши спасения при ему. То есть чаша может быть только одна. Поэтому любой, кто считает, что причащаться можно везде, наверное, не понимает не только духовных основ, но и основ нашего физического мира. Есть такое понятие сообщающихся сосудов. Если сосуды сообщаются между собой, то содержимое их одинаково. Если они не сообщаются между собой, то, скорее всего, содержимое их различное. И также здесь, если эти чаши не имеют между собой общения, то ясно, что это разные чаши. Под чашей еще можно понимать, ну, не только конкретно, чашу причастия. Определенный образ жизни, определенная последовательность действий. И Господь, когда приносил, возносил свои молитвы в Гюсиманском саду, Он сказал эти слова. Если можно, доминует меня чаша сия. Конечно же, Он имел в виду вот те крестные страдания, тот путь, который Ему предстояло пройти. И поэтому под чашей подразумевается определенный образ жизни, определенная событийность, определенный способ действия. Так вот, под этой чашей можно подразумевать православный путь, истинный, правильный. И в то же время нашу общность. Поэтому очень важно принять чашу спасения. И в прямом смысле, как именно нашу чашу, а не какую-то другую чашу нашей Церкви. И второе, это принять ту общность, ту событийность, которая выпадает на долю нашей общности. Потому что все события, выпадающие на долю Церкви, и на долю каждого человека, находящегося в истинной Церкви, они не случайны. И вот мы принимаем этот путь, принимаем эти действия, и принимаем то состояние, в котором находится наша Церковь. И в какой точке нашего исторического момента она находится, вот это мы и принимаем, соглашаясь с ней, и принимая ее мысли, ее действия, ее соборность, которая является не просто соборностью разумов всех наших, но и разумов ангелов, и разума Христова. Поэтому соборность нашу церковную не надо воспринимать вот так, что это только соборное решение людей, наполняющих Церковь. Нет. Это, прежде всего, разум Бога. И не зря вот в начале всех решений, которые записываются после соборов, пишется такая строчка «Изволяйся Святому Духу и нам». То есть именно Святой Дух является частью того соборного разума и направляющей силой того соборного разума, о котором и мыслит Церковь. Поэтому мы принимаем нашу чашу. И вот в сегодняшнем таком официальном православии я часто пытаюсь размышлять над его такими вот заблуждениями. Вот они пытаются не принять чашу зла, скажем так, да, не понимая того, что, как опять же сказано в псалтыре, «отвратись от зла и сотвори благо». Они думают, что непринятие плохого, оно обеспечивает им присутствие в чаше истины. Но это не так. Тот, кто отвратился от зла, но не принял чашу спасения, он, по сути, от него и не отвратился. Потому что настоящее отвращение от зла, настоящее отвращение от зла является принятием добра. Если человек вышел из зла, но не пришел в добро, он еще не вышел из зла на самом деле. Он остается в той области, которая зло приготовила для тех, кто догадывается о том, что он находится во зле, но не хватает у человека разума как-то выйти до конца. Вот такая область приготовлена силами зла для таких людей. Можно условно их назвать сегодня какие-то непоминающие. Вот они думают, что они не поминают, и тем самым они вышли. Но на самом деле они отвратились от чаши неправедной, но так и не пришли к чаше праведной. И вот это их неопоминание, неприятие, они пытаются не принимать. Очень многие вещи не принимают, там прививки не принимают, ИНН не принимают, маски там не принимают. Они очень много чего не принимают. И вот получается, что вот это недействие, в котором они видят свое спасение, оно обличается Христом и вот в сегодняшнем Евангелии. Когда мы слышали, Господь исцеляет женщину, много лет страдающую каким-то своим недугом, и Господь исцеляет ее в субботу, Ему делают замечание. Почему ты делаешь в субботу? И вот это такое противопоставление, делание и неделание. Бога упрекали в том, что Он делает в субботу. Но Господь сказал им, что я делаю добро в субботу. И привел пример, упрекнув их, что они отвяжут своего осленка и поведут поить, или там вытащат его, если он упадет в яму в субботу. И вот получается, что такая попытка субботствования, она как-то вот заметна в сегодняшнем официальном православном мире, особенно среди тех, кто вышел, так сказать, непоминающий, пытаются какую-то правду искать. Они как бы пытаются субботствовать. То ли они ожидают прихода царя. И вот это ожидание, это некое субботствование, перекинувшееся с субботы на иудейской, как бы ветхозаветной субботы, на всю их жизнь. По сути, они свою жизнь растягивают в некую субботу, в некое священное бездействие. Они ждут. И они считают, что вот это ожидание субботнее, недействующее, им просто надо ждать. Придет царь и всех их спасет. Вот это попытка бездействия, некой субботности, не принять то, не принять и это, не делать и этого, не делать и этого. Они сбывают о том, что чашу спасения при ему. И только после этого призову имя Господне. Поэтому получается, что все их молитвы и призывания Бога вне принятия чаши, они без, как мы уже сказали, они бессмысленны и, как бы, не имеют эффективности. Поэтому, прежде всего, сегодняшнему православному люду надо понять, что мы должны принять чашу Господню. И чаша Господня – это есть чаша, стоящая на престоле истинной церкви. Ее надо принять. И принять общность истинной церкви. Православие, оно не мыслится вне церковности. Попытка перевести православие в индивидуальное общение с Богом и индивидуальный путь спасения – это, опять же, происки того самого зла. Никто из тех, кто считает, что они могут обрести какой-то свой путь через молитву, через обращение к Богу, через отвращение и непоминовение, непоминание, через отказ от каких-то признаков грядущего антихриста – все это неэффективно, все это бездейственно. Потому что основным действием, которое открывает путь к молитве, к истинной молитве, – это есть принятие чаши спасения. Без нее данный путь бессмысленно. Я уже приводил, по-моему, пример, когда где-то старец, сидевший в пещере и молящийся 15 лет, вышел из этой пещеры и стал проповедовать о том, что нельзя принимать прививки. То есть непонятно, что он делал 15 лет в этой пещере и кому он пытался возносить свои молитвы, если вот та благодать, которую он там думал, что приобрел, выразилась в понимании мира вот именно вот в таком его ракурсе, в примитивном, по сути, внецерковном и вне духовном, вложно-духовном. Поэтому всем нам нужно эти вещи осознать, что принятие чаши, для внешних людей, не церковных, им нужно понять, что они должны прийти к чаше спасения. А нам уже, находящихся в чаше, нам нужно принять, что то, что вот те церковные решения, тот церковный путь, та наша общность, это то, что должно быть нами принято. Принято без осуждения. Человек должен понимать, что любое осуждение личности, находящейся рядом с ним, сестры, брата, непринятие каких-то, какого-то церковного, соборного разума, все это является, по сути, как бы богоборческим. Потому что все мы, часть целого, и это целое должно иметь одно устроение. Мы все должны находиться в чаше, мы все должны находиться в одной событийности и в одном разуме. Вот, всех нас я поздравляю. Думаю, что сегодняшнее причастие для каждого стало принятием чаши спасения в прямом и в образном смысле. И все мы, приняв из чаши спасения, все мы можем эффективно, действенно призвать имя Господне. Подходите все ко кресту.